Уже второй случай, когда я решаю снять интервью с той девушкой, которая меня пригласила в гости. Но здесь будет более справедливо сказать с той, которой я набилась в гости. Почему снимаю интервью? Потому что, когда мы за кадром разговариваем, какие-то новые подробности выясняются. Я считаю, что мотивирующие достаточно истории. Сейчас я поближе так подсаду. Мотивирующие истории жизни и очень схожие какие-то у нас истории судеб. И многие женщины не верят в себя, считают, что у них ничего не получится. Не только женщины, но и мужчины тоже. Но с мужчинами, на мой взгляд, все это немножко попроще. Потому что весь мир говорит о том, что мужчина, он сильно победит, а женщины говорят, ну куда ты лезешь? А у тебя же дети. Да что ты можешь? Да куда ты без мужика, да? Знакомая история? А есть женщины вот такие красивые, молодые, которые просто берут и делают. Everybody wanna come, come, turn it up, Climb into the volcano, make it jump, jump free in the wild With the magic touch, set it on fire! We run so high, come along for the ride, But the rest don't stop, it's gonna be a good time. We run so high, come along for the ride, But the rest don't stop, it's gonna be a good time. Василина родом? Я из Владивостока. Родилась на Камчатке, но всю жизнь прожила на Дальнем Востоке. Ну именно в самом Владивостоке. Город в море. Да, город в море, поэтому я выбрала Батуми, маленький курортный город. Давно мечтала о миграции, наверное, с 2014 года я много путешествовала. Открыла для себя Европу, окно в Европу в 2014 году. Сыну тогда было 4 года, и я без знания испанского и английских языков два месяца путешествовала и поняла, что я хочу иммигрировать. То есть просто два месяца нон-стоп ты путешествовала? Да, в 2014 году я поняла, что я хочу поменять страну. Почему? Я влюбилась тогда в Испанию. Город Морбелли, это город миллионеров. Раньше было, замахнулась. Сейчас Батуми становится городом миллионеров. Пока бедный Дубай, да, цены, да. Но цены, как в городе миллионеров, когда здесь живут миллионеры. И влюбилась в Испанию, Андалусия, Испания. Ну что тебе там, климат понравился? Климат. Мне понравилось, что зелень, и круглый год ты можешь не бежать по ветру с обледенением столбов, падать и разбивать себе колени в детский сад, когда бежишь на санках. Ну слушай, ну а почему тогда не какой-нибудь Краснодар, как у нас большая часть людей перешла? Думала, думала. Тогда вот я, когда я решилась переехать, не решилась, а думала, потому что не могла уехать с двумя детьми. Нужно было на реальное разрешение от отца, и с этим были сложности на тот момент. Поэтому у меня прям жесткая была депрессия, об этом мы тоже поговорили, вот Саше, почему очень похоже, но переломный такой момент, 42 года. Я понимала, что я не могу никуда уехать, потому что привязана была эти все разводы, дележка ребенка, в общем, и было тяжело. И я думала, куда уехать из Владивостока, чтобы было это тепло, и рассматривала, конечно же, я Краснодар, чтобы поехать, где теплее, чем в Владивостоке. Ну, так случилось, что в 2019 году, в апреле, я приехала в рабочую, можно сказать, поездку. На моем канале, мои подписчики уже знают эту историю. Я приехала в апреле 2019 года, первый раз в Грузию, и влюбилась. Ну, Тбилиси, все думают, в Грузии, но нет. Я влюбилась действительно в страну, в людей. Об этом я очень часто говорю, я этой стране просто безмерно благодарна, потому что для меня это случилась реанимация. Грузия для меня, я говорю, это реанимация его души. И сюда в 2019 году я переехала уже, первый раз я приехала по работе, посмотрела на город, Тбилиси-Батуни, мне очень понравился климат, я поняла, что здесь можно купить квартиру, по тем временам еще цены были адекватные. и как-то вот я себе нарисовала такую картинку, что я хочу жить с двумя детьми возле моря, маленький курортный город, и приехала уже в Владивосток с конференции, выставила квартиру на продажу. У меня была трехкомнатная квартира в Владивостоке, работа, все, клиенты, уже 25 лет парикмахерской деятельности, за встречами, я призер международных конкурсов парикмахерского искусства, мои работы печатали в Долоресе, в профессиональных изданиях коллекция, но я оставляю все, перелистываю страницу своей жизни и решаю писать новую главу. Книжку. Забираю двоих детей, приезжаю к книжку, да, я еще и писатель, художник, писатель, блогер, огородник. Мать, жена, просто красивая женщина. очень много у меня разных, как я говорю, что я такой очень разносторонний человек. Да, в 2016 году я презентовала свою первую книгу в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Дворце Петергофа, и книжка моя называется «Велиса, нереальная-реальная». Это про женщину, про меня, собственно говоря. То есть ты придумала себе будущее. Да, что я не тело, я душа, я путешествую по разным вселенным, и вот пришла в это тело, чтобы прожить в этом воплощении вот такую прекрасную жизнь, чтобы испытать все чувства, весь спектр чувств. Слушай, как появилась идея книги? Ну, то есть вот ты создаешь красоту, да, у людей на головах, то есть ты развиваешь свои профессии, потому что призерами просто так не становится. То есть это нужно постоянно расти, расти, расти и добиваться новых высот. И тут ты такая вдруг просыпаешься, и такая, скучно мне что-то в этом Владивостоке, буду-ка я писать книжку. Или как вообще, как это происходит? Мне всегда много интересных. на самом деле мне писали и пишут до сих пор, что Василина, вот как ты написала, как ты написала. Я вот тоже хочу, но, наверное, когда-нибудь, когда я буду уже там в преклонном возрасте мне будет за 70 лет, я буду сидеть, я буду сидеть в пледе, там в кресло-качалке, буду писать мемуары о своей жизни. Не откладывайте на потом, потому что завтра может не случиться. Так все живем сейчас в таком нестабильном, можно сказать, мире. У меня была, да, такая идея. И один провокатор бизнес-кворчества, это мой такой наставник, просто меня спровоцировала. Она говорит, я знаю, что ты там в записной книжке что-то писала. Я говорю, да. Я начала писать, какую-то одну главу написала и поделилась это со своей знакомой в Испании, как раз тогда мы сидели. И она говорит, дай почитать. Она почитала, говорит, слушай, так интересно. Я написала вот только какой-то абзац, что я не тело, я душа, вот Велиса, я там себя назвала, что это такое прошлое, настоящее будущее, история про девушку, которая путешествует по мирам. Она прочитала и говорит, интересно. И все, и мы разъехались там на пять лет, или там сколько-то, я не помню уже. И потом она мне пишет и говорит, Василина, я делаю очень классный проект Total Soul в Санкт-Петербурге, где соберется 600 человек разных творческих людей. Это и писательные музыканты из разных стран, из Германии, это все. Это рилсмейкеры, разные там художники. Ну, все творческие люди, в общем, собираются в Санкт-Петербурге. И говорит, и у тебя будет возможность, если ты за 30 дней, вот просто вздумайтесь в эти слова, за 30 дней, если ты напишешь и издашь свою книгу. А у меня ребенку три месяца, чтобы вы понимали, Милана. Я в разводе с двумя детьми сумасшедшая мама, которой некогда почистить зубы и расчесаться. Потому что я там просто в нон-стопе, у меня паника была, что мне надо с двумя детьми как-то свой быт и работу отладить. То есть я была в таком, можно сказать, стрессе. И в этом стрессе, что делают с нами стресса, да? Когда ты падаешь, прямо думаешь, ну все. И я принимаю решение, что я справлюсь. Она у меня справится. Она говорит, если ты это сделаешь за 30 дней, то я, во-первых, тебе помогу, я дам тебе информацию, как это сделать в Санкт-Петербурге, чтобы это напечаталось быстро, интеллектуальное издательство ридера. В общем, я тебе дам всю информацию, чтобы ты это сделала и смогла сделать, но как бы от тебя все зависит. За 30 дней, я говорю, Дарья, ты не понимаешь, говорю, 30 дней написать и издать книгу с трехмесячным ребенком. Но еще и старший ребенок. Нереально, да, старший ребенок у меня пошел в школу, у нас там тоже проблемы были со школой, но в общем, это все было, насколько мне казалось, нереально. Сейчас моя книга называется «Велиса, нереальная, реальная» и продается, я не знаю уже, я уже сбилась со счета на скольких площадках в интернете. С 2016 года она продается в электронном варианте. Один экземпляр всего лишь я привезла сюда в Батуми и у меня его сейчас забрала вот тут знакомая почитать. Вот пишут, даже показать не могу. Вот такая вот история написания книжки. И сейчас я пишу продолжение. Это такой апгрейд. Уже пишу о том, как я переехала, о том, как я повстречала мужа. В общем, продолжение. И плюс еще на сто лет вперед я описываю прошлое, значит, я описываю параллельные жизни, да, предыдущие. Потом я писала настоящие, свои там вот эти взлеты и падения и депрессии, как я из этого выходила. Веру в себя, в Бога, в саму жизнь. И еще я писала на сто лет вперед такое будущее. Утопичная, фантазийная повесть. Я вот слушаю Василину, во-первых, любуюсь на нее, во-вторых, обращаю внимание, какой вообще источник энергии, да, то есть из человека энергия идет. И вот люди, которые говорят, я хочу что-то сделать, но этого не делают, то это речь идет о том, что они хотят хотеть и хотят рассказывать окружающим. Ну, вот они могли бы, но... Это тоже во мне присутствует, безусловно. Я много чего хочу, и фильм снять, но пока только хочу. Это ключевой момент. Я к тому, что ни наличие маленьких детей, ни отсутствие времени, вообще нет никаких оправданий. Человек, если хочет, он берет и делает. Если он не хочет, он не делает. Когда вот тебя подтолкнула девочка эта, да, ты же могла сказать, что с ума что-то сошла. Я так и сказала, да. Ну, я этого делать не буду. Ну, потому что, потому что вот у меня обстоятельства. Ты сделала совершенно другой выбор. Это на самом деле иллюстрация того, что все в наших руках, и не... Ну, вот... Человек, который хочет, он идет и делает. У него постоянно открываются дороги перед ним. Человек приехал с двумя маленькими детьми. Сколько он был на этот момент? Да. Милане было 4 года, Матвею 11. Я... Приехала в чужую страну. Не знала никого здесь. Да. Просто, вот просто сожгла все мосты, приехала в чужую страну. И почему-то она решила, что она будет снимать YouTube. И заодно делиться со всем миром. И опять же, но эта мысль же пришла, и ты ее начала сразу осуществлять. Сразу. Я не перфекционист, как ты. Я делаю... Я тоже не перфекционист. Я снимаю... Нет, нет, нет. Вот, кстати, тоже еще один общий момент. Когда мне начинают люди рассказывать, что... Ну вот мы тоже хотим завести YouTube-канал. Но сейчас его уже никто не хочет, потому что я тут тормозит. Ну, в России, по крайней мере. Ну, это нужно столько денег, столько сил. И вот спрашивают меня, сколько ты вложила в YouTube. Я говорю, ну, давайте посчитаем. Это тоже... Мне очень нравится эта история. Я говорю, селфи-палку я отобрала у ребенка. Телефон мне покупает муж. А микрофон я... Вообще, кстати, я начала снимать без микрофона. Представляешь, меня очень плохо слышно в первых 10 роликах. Я до сих пор снимаю без микрофона, хотя у меня много всякого оборудования. Муж накупил все время и меня ругает. Но у меня дальние съемки. Ты снимаешь на расстоянии руки, у меня дальние съемки. И первые 10 роликов, которые я отсняла, то есть я решила, у меня будет YouTube. Я приехала в магазин, отсняла 10 роликов, поставила в график выхода и поняла, что у меня пути назад нет. Мне вот на эти ролики пишут у вас такой ужасный звук. Ну, просто дело в том, что я так решила, что надо его уже начинать вести, что-то я даже не подумала, что нужен микрофон. У меня такая светлая мысль в голову даже не пришла. Поэтому ничего не нужно. Мне это обошлось. В итоге полторы тысячи рублей купился проводной микрофон Боя. Но так как я много пишу, он очень быстро износится. И мне потом подписчики скинулись через год на хороший микрофон за 30 тысяч рублей. У меня Раде, и он уже работает третий год. Кстати, спасибо очень твоей подписчице, которая перевела тебя дома, что у тебя появилось. Да, да. Желание написать мне. Да, у меня как раз накануне нашей встречи с Василиной мне очень хороший донат сделала моя подписчица со словами «Продолжайте вести Ютуб». И, собственно, да, это интервью будет уже на Ютубе обязательно благодаря Екатерине. Поэтому, да, я не считаю, что нужно придумывать... Вот, понимаешь, это же опять про придумывание отмазок. Я не буду писать книгу, потому что... Я не буду вести Ютуб, потому что у меня нет сценарий, я не понимаю в этом ничего, никогда в этом не занималась. Человек просто берет и делает. Он просто берет и покупает квартиру. Он просто берет, делает себе такую шикарную метнюю террасу. Он просто берет и ведет Ютуб, рассказывает про свою жизнь. Какие у тебя планы на сегодня? Ну, книгу мы уже поняли, ты пишешь. К 800 тысячам ты достаточно... Миллион хочу. Миллион хочу подписчиков, да. И побыстрее, пожалуйста. Поэтому подписывайтесь все активно, приближаем Василию к ее мечте. Фильм. Фильм про что? Или это просто... Ну, вот на книгу фильм, да. А, по своей книге. Такая автобиография фантазийная. Играть кто будет? Не знаю пока. Мне кажется, сейчас мы настолько ускоряемся, и еще, допустим, несколько лет назад мы еще не понимали, что такое чат GPT, а сейчас это вообще... Ну, я так думаю, что так как у меня фантазийная, да, и я как бы очень много смотрела и изучала, когда писала книгу, связанную с искусственным интеллектом, я пересмотрела в 2000... Каком? Да, в 2016 году я пересмотрела на тот момент все фильмы про искусственный интеллект. То есть я прям себя, вот как ты говоришь, по кусочкам, по пазлам складывала, да, чтобы достать себя из состояния, вывести. Я тоже увлекалась эзотерикой, психологией, философией. В общем, все, такая пинтесенция сложилась в голове. Я не углублялась ни в какую там науку, ни в какую, да. Я просто поверхностно это все изучала и на ретриты ездила, и занималась разными там экстремальными видами спорта, и дайвингом, и серфингом. 30 метров глубоководной погружалась, и по горам лазила, и везде там путешествовала, всякие энергетические места искала. В общем, пока не было детей, там на спортивных мотоциклах каталась, сноуборд, да, дайвинг, винсерфинг я участвовала еще в женских соревнованиях по ветерам, в Горнодане у вас таки. Просто вулкан какой-то. Была активная, да, жизнь, и потом вот уже дети, когда успокоились, ты говоришь, почему я книгу, думаю, потому что у меня экстрима не было, вот мне нужно было что-то делать, как-то насыщать свою жизнь, потому что рутина, это вообще не для меня, и мне даже вот здесь, вот в таком пространстве, мне постоянно, я двигаю эти горшки сейчас, мне надо все время что-то перестарывать. Ну, поэтому они большие, чтобы энергии больше расходовались. Маленькие, что там, господи, поставила, все, никакого удовольствия. В общем, вот, такая вот история. Василина, что ты хочешь сказать подписчикам, неважно, твоим, моим, вот есть какое-то пожелание, я всех спрашиваю об этом, потому что, ну, вот я очень часто сталкиваюсь с людьми, люди делятся вот для меня в основном на две категории, одни, которые идут и делают, и ничего не боятся, они просто идут и делают, потому что им этого хочется. Другие, которые говорят, а вот, кстати, я вспомнила, что я к чему начала вести. Глядя на таких женщин, ну, как мы с тобой, скажем, многие говорят, им просто повезло. Им просто повезло, но вот за нашими историями стоят истории очень сильного падения, да, эмоционального, психоэмоционального, выгорания, нежелания жить, но потом это желание жить, оно пробивается, вот как та семечка, про которую забыли, а то потом у нее капля дождя попала, и она начала-начила расти. Нет везения, друзья, нет везения, есть желание, есть безумная работоспособность, есть безумная энергия. То есть тебе вот любопытно, почему столько спор, хочется и это попробовать, и это, и а там как, а вот там, а может быть там вот что-то интересное, я правильно уже услышала? И вот отсюда рождается вот эта жажда жизни, отсюда приходит успех. Кому-то он приходит быстро, кому-то он приходит не очень быстро. Сколько ты видишь YouTube-канал? Как приехала в Грузию в 2019 году, да, вот уже будет 5 лет, пока каналу 130 тысяч подписчиков уже на YouTube, причем за вот этот год последний 100 тысяч подписалось. В прошлом году я собрала 150 человек в Батуми и праздновали прям белую вечеринку, делали посвященную вот 30 тысячам подписчиков. А в этом году... То есть за 4 года 30 и за год 100. То есть сейчас идет рост такой, как экспоненциальный, как это правильно называется. Да, 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 геометрический прогресс. Ну то есть это вот к вопросу о том, что человек 4 года вел YouTube-канал, за 4 года, я понимаю, как это достаточно тяжело, даже хотя ты... Больше 1900 роликов. Ну, примерно как у меня за 4 года. Ну, раньше я очень часто снимала. Господи, я сестру свою встретила. У меня тоже выходил раньше ролик каждый день, потом я встала через день, потому что там есть алгоритмы YouTube, что если длинные ролики выкладываешь каждый день, он тебе перестает показывать предыдущие. Поэтому я подсократила частоту, но у тебя рилсы, наверное, там немножко работают по-другому. Вот на рилсах у меня такие охваты сейчас и рост очень большой. Люди подписываются. И сейчас вот нужно какой-то полезный контент давать. Или не нужно. Или не нужно. Или не нужно, потому что я вот Василину уже нашла по двум смешным роликам, а потом уже зацепилась. Да, заберусь. Уже больше 10 миллионов просмотров ролик набрал про юмористический контент. Мы с мужем вдвоем. Он у меня такой брутальный грузин. Проходите на канал, добро пожаловать. Познакомитесь с ним. В общем, это... Да, 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 да. Причем ты там такая грузинская ханома. Я сейчас представила, думаю, странно, в другом ролике она как-то совершенно по-другому выглядит. Такая дамочка. Сыграли, сыграли. Сыграли. Потрясающе, да, да, да. Поэтому... Ну вот еще один талант. Да, можно быть актером. Можно развлекать людей, дарить позитив какой-то, нести. Я вообще, ну, прям... Такой у меня... Когда встречаюсь с людьми, для меня очень важно, если человек, ну, вот тоже вот может пошутить. Потому что это прям вот прям лакмусовая бумажка для меня. Хорошее чувство юмора. Итак, давай мы с тобой все-таки подведем. Вот есть какое-то вот... Что бы ты хотела сказать женщинам? Ну, не верьте в себя, потому что вера в себя, она либо есть, либо нет. Ну, вот насчет этой фразы, то, что тебе повезло, часто я такое слышу. Ой, тебе повезло, ты там встретила вахтанга. А, да, да, да. Да, ты там вышла замуж за грузин. Ну, там, ну, очень много там разные люди выдают свои версии, как бы. Я всегда отвечаю так, что везет тому, кто везет и выводит. Шикарно. Поэтому многим, да, мне кажется, что это вот так вот все, оп, и ты сразу поняла, как наслаждаться этой жизнью и стать счастливым в каждом моменте. Но до этого очень много было дней, когда я не наслаждалась жизнью совершенно, и об этом мы с Александром здесь немножко до трансляции говорили. Ну, потому что у всех такие моменты бывают. Это жизнь, которая иногда нам преподносит не очень приятные сюрпризы, и как с этим справляться. Ну, вот у меня такой опыт, который я даже прописала в книге, да, это прям вот моя книга, это и была моя работа над собой, получается. Я туда выплескивала все свои переживания, детские какие-то вот эти травмы, как сейчас модно называть, да, психологов и обиды. Раньше был ремень, а сейчас психологи, да? Да, да, сейчас психологи. В общем, я через книгу прорабатывала и отвечала себе на свои вот эти вот вопросы. Поэтому не все, конечно, могут это сделать, но... Но есть психологи. Да, есть психологи, и переключать именно вот сейчас тоже очень модное вот это слово, сейчас везде в социальных сетях ролики на эту тему, про состояние, переключать состояние. Вот смена обстановки, море, отдых, не знаю, цветы, растения, это все помогает, спорт, это все очень помогает сменить вот это состояние. И когда вы понимаете, что что-то все валится из рук или что-то ничего не склеивается в жизни, пытайтесь себя вытянуть на какой-то вот... Переключить. Переключиться на какую-то группу, познакомиться с новыми людьми, просто куда-то сходить, помолчать или побыть наедине с природой, это очень помогает. Ну вот я такой экстремальный выбираю, такой тяжелый путь, это, допустим, просто взять и переехать в другую страну. Мне тяжело, а будет еще прекрасней. Но так вот сложилось, что и люди, и за четыре с половиной года моей эмиграции меня уже здесь везде узнают. Мы только ночью сегодня приехали из Тбилиси, и просто на улицах я еду в машине, меня с соседних машин мне кричат. Василина, мы ваши подписчики. Ну то есть вот она, слава, меня догнала в Грузии. Ну я об этом мечтала, и я всегда хотела быть, ну такой публичность, меня всегда интересовала Нейна, поэтому и книга. Возможно, ссылку на книгу мы тоже дадим, электронный ресурс. Хорошо, 25% книги можно почитать бесплатно на сайте. Ну да, если зацепит, уже, соответственно, можно ее купить, поддержать автора в конце концов. Вообще, я считаю, что любой труд должен быть оплачен тем или иным способом. Вот кто-то колбасой тут Василине привозит. Очень часто мне пишут, Василина, мы к вам едем с Белоруссии, давайте мы вам что-нибудь привезем, что-то там спиртное, вот уже просто тут уже все нам в этих подарках. Я говорю, пожалуйста, не везите нам еду, мы в Грузии не голодаем, привезите книги. У меня ребенок читает, вот Макса Прайя и фантастику, говорю, привозите книги. Так что... Василина берет книгу. Книгу. Ну, донаты тоже приветствуются. Ну, донаты приветствуются, но, по-моему, это вообще не российская история, на мой взгляд. И поэтому, да, когда мне задонатили на продолжение Ютуба, я была тронута, потому что я знаю, что это европейская история, это азиатская история. И, кстати, вот недавно мне был один комментарий на тему, что живу много лет в европейской стране, и читаю комментарии, только благожелательные. То есть европейские зрители, они желают счастья, успехов, добра, и российские зрители начинают. Ты не такая, ты не стекая, не та стрижка, не тот макияж, не та одежда. Ну, короче, все не то. Не знаю, як, но не так. У тебя, кстати, хейт есть? А тут неудовлетворение все-таки? Это абсолютно точно, что... Вот я всем такой пример привожу, что каждый человек – это кувшин. И если ты наполнен чистой водой, ты говна из себя вылить просто не в состоянии, потому что в тебе его нет. Если ты наполнен медом, ты не можешь вылить из себя молоко. Ну, это нереально. Поэтому каждый из себя выносит то, что внутри него. Поэтому, когда вы пишете блогерам хейт, знайте, вы пишете. Ну, показывайте себя не с лучшей стороны. Хейт есть? Мы сейчас так... Да, такая волна была хейта. Вот как раз, когда ролики стали набирать прям миллионные просмотры... И понеслось говно по трубам. Да, и прям мы это переживали. Первая волна была. Муж прям ночью сидел и отвечал хейтерам, как бы пытался как-то оправдаться, что ли. Я такая смотрела на него и говорю, ах, Танк, а когда у нас будет миллион подписчиков? Ты что будешь? Бросишь работу, ты будешь всем сидеть вот так сутками строчить? Я говорю, ну, это нереально. Посмотри люди, у которых большие блоги. Им тоже все пишут разные комментарии. Это невозможно. Я сейчас уже не успеваю читать комментарии. Я их просто как бы прочитываю, лайки вот так вот ставлю. Но отвечать, ну, это нереально. Потому что, ну, так жизни не хватит. Вот, и чем больше ты растешь, тем больше, соответственно, людей, которым ты будешь не нравиться. Ну, на самом деле, это тоже классно, потому что этот хейтер помогает сбитию канала. Поэтому я всех благодарю. Раньше благодарила, у меня даже и была заготовка такая, я копировала, вставляла. Что я вас благодарю, и я, как это, как Хакамада говорит Ирина, что она владеет психологическим айкидо, когда тебя пытаются что-то на тебя вылить, ты просто, ну, говоришь людям какое-то такое, ну, намерение благое, и тогда он просто не знает, что уже ответить. Ну, я такое делала, сейчас уже просто нет физических таких сил. Благодарить всех хейтеров. Я их так благодарю все время, я говорю, спасибо, что вы мне пишете, потому что, на самом деле, социальным сетям им не важно, что вы пишете. Главное, активность, если вас заставляет что-то писать в позитивном ключе или негативном, это уже вы проявляете внимание, активность, значит, вы смотрите этот ролик за свое внимание, что-то зацепило, что-то триггернуло, поэтому канал от этого растет. Поэтому всем низкий поклон и благодарность. Да, но все-таки лучше хейт свой оставлять при себе, и если не хочешь не писать ничего хорошего, просто не пиши. Потому что мне то, что прилетело, что вот вы только хотите, чтобы вам вот хорошее говорили. Конечно, я хочу, чтобы мне нормально, только хорошее. Нормальная психика, люди, наверное, это. Конечно, я не хочу, чтобы мне поливали нехорошими всякими штуками, и у меня есть волшебное слово бан. То есть я больше не вступаю в переписки, я тоже пыталась раньше, но я поняла, что человек это не переделаешь, и тот человек, который пишет тебе гадости, он получает долю твоего внимания. Да, если, конечно, оскорбления какие-то, я тоже баню. Ну, если просто человек там что-то решал, высказался там по поводу, там, не знаю, моей неграмотности речи, моего внешнего вида, моих волос, зубов и все такое. Божечки, Маня. Я думаю, блин, ну, как бы, просто сердечко ему отправили. Я-то так про себя не думаю, поэтому, ну, раз этот человек так думает обо мне, ну, значит, ему так легче жить. Легче жить, да. Поэтому, друзья, не всегда легче приводит к хорошим результатам. Василина, тебя очень прошу, повтори еще раз вот эту поговорку, и мы на этой вот прям вот зафиналим. Везет тому, кто везет и вывозит. Так что всем терпения. Я всегда говорю такую фразу тоже, когда-то она ко мне прилипла. Я желаю всем любви в сердце, осознанности в уме и правильности в поступках. Вот на этой замечательной ноте мы распрощаемся с прекраснейшей Василиной. Повторюсь, в закрепленном комментарии будут ссылки на все каналы, на книгу, ну, кроме запрещенных соцсетей, потому что я законопослушная гражданка своей страны. Ну, кто захочет, тот найдет. Я думаю, что по названию можно найти, собственно, везде. Василина, спасибо огромное. Спасибо. Я вообще заметила, кстати, что мне было очень приятно, что ты откликнулась. Я объясню, почему. Я открытый человек и пыталась все время заколлаборироваться с разными блогерами. И все как-то очень в штыки воспринимают. У меня даже была ситуация, когда у меня канал был в два раза больше, чем у блогера, к которому я предложила снять совместное видео. И он настолько агрессивно мне отказал, что я вообще не поняла, что я сделала не так. Ну, то есть я считаю, что это вообще очень классно, когда блогеры взаимодействуют. За кадром еще мы какие-то такие интересные штуки обсуждаем. Я всегда открытый сотрудничество, поэтому мне кто-то что-то предлагает, как говоришь, что ты идешь туда, куда вот у тебя сегодня пришла, у тебя есть время. Все, значит, это надо делать. И не откладывать на потом. Не откладываем на потом. Везем и вывозим. И благодарим всех, включая хейтеров. Спасибо всем огромное, кто досмотрел это видео до конца. Ну, надеюсь, что подписчики Василины, которые интересуются комнатными растениями, конечно же, сходят и подпишутся еще и на мой канал. Но это, я предупреждаю, очень опасно, потому что те, кто попадает на мой канал, начинают обрастать комнатными растениями с бешеной скоростью. Возможно, переедете в Грузию, у вас будет в такой террасе. Да, те, кто посмотрит на нас сейчас вдвоем, то есть половину есть в Грузию, а половину просто обрастет растениями. Вот маленький блогер подрастает. Она же художница по совместительству. Всем спасибо огромное и надеюсь... Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми, о том, как мы здесь живем, работаем и оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать, познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции. И партнеры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир еще с Северным Кипром. Так как сейчас большая эмиграция идет, и люди хотят приобретать недвижимость и в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно, то мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартаментов Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве.